Реально шрёдер, это реально немецкий инструмент. Он, конечно, правда расстроенный, совершенно там, да. Этому инструменту, как рассказывает Алексей, больше ста лет. Им интересовались покупатели из других регионов, но пока фортепиано не нашли хозяина. Второй жизни здесь также ждут настоящий олимпийский мишка и швейная машинка Беттерфляй 1956 года. И у каждой вещи здесь есть история. Красноярск стал 12-м городом в России, где появился проект «Свалка», но вскоре 10 франшиз попросту закрылись. У нас, как рассказывает руководитель проекта, людям нравится отдавать ненужные вещи, но пока нет отлаженной системы их потребления. Например, если мы возьмём Швейцарию, то там, если швейцарец что-то хочет купить, он сначала исследует все блошинные рынки, ну, нашим понятием, да, все вот такие подобные свалки, гаражные распродажи. И если он там не найдёт вещи, которая ему нужна, тогда он пойдёт купит новую. Потому что, ну, это крайне такой высший пилотаж экологии у нас, да я лучше пойду куплю что-нибудь новое. Бог с ним, что китайское, бог с ним, что на один раз, ну, зато пойду куплю новое. Поэтому пока подобные экоинициативы особого дохода не приносят. Об этом говорит и Ирина. Девушка работает в энергетической компании, но дополнительно прививает красноярцам привычку разумного потребления, продавая через Инстаграм деревянные зубные щётки, орехи для стирки и целлюлозные губки для мытья посуды. Магазин называется Low Waste Shop, чтобы хотя бы сделать какие-то шаги к сокращению отходов. Люди, например, многие не понимают, что можно купить тот же самый крем в стеклянной баночке, и потом эту баночку тоже как-то использовать, тоже что-то в неё складывать, там, те же самые масла, крема и так далее. Они просто выбрасывают это. С английского Low Waste минимум отходов, но в идеале их уровень должен стремиться к нулю. Для этого в мире появляется так называемый магазин Zero Waste. Туда покупатели действительно приходят со своей тарой и платят, например, только за шампунь, а не за пластиковую бутылку и воздух в ней. И если в Советском Союзе пакеты стирали и использовали годами ради экономии, то теперь такое потребление становится экотрендом. В моду возвращаются авоськи и появляются так называемые эко-мешочки. Ими последние полгода пользуется и красноярская студентка Анастасия. Лично я делала буквально пару мешочков сама для себя. Не в плане какой-то выгоды или коммерции, а именно чтобы больше людей поняли, что нужно заменять пластик на натуральные органические материалы, и поэтому чтобы как-то просто распространить это в массы. Вот основная цель-то именно такая. Мешочки не добавляют веса продуктам и за ними легко ухаживать. И Настя уверяет, что именно с таких мелочей начинаются глобальные изменения. Ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн бытового мусора. Это в 10 раз больше, чем вес пирамиды Хеопса. Общая площадь только крупных свалок, о которых известно, более 4 миллионов гектаров. Для сравнения это 4 Кипра. Ежегодно территория подсвалки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым. Но проблему может решить обычная сознательность россиян. Этой темой занимаются и другие красноярские активисты. Наша основная идея не то, чтобы люди нам, допустим, несли, а мы с этого больше имели сырья. Наша идея основная была за экологию. По новым технологиям можно строить мусоросжигающий завод так, чтобы почти не было вредных выбросов. Они все равно будут, конечно, но почти не было. Но эти технологии надо соблюсти при строительстве. Эти технологии надо соблюдать в дальнейшем при эксплуатации предприятия. И, конечно, любой человек, который прожил в России больше двух дней, он знает, что в России это будет сложно. Это факт. Сергей уже 5 лет занимается сортировкой мусора и помогает в этом другим. Он выступает своего рода посредником между красноярцами и переработчиками, забирая бесплатно мусор от первых и отвозя его вторым. Это помогает городу обрастать новыми свалками чуть медленнее, но не решает проблему полностью. Красноярцы неохотно переходят на сознательное потребление. Теми же эко-мешками в городе у нас почти не интересуются или заказывают их из других регионов. Была в городе и другая полезная эко-инициатива – фудшеринг. Ранее ТВК уже рассказывали об Илеоноре Карповой, которая покупала в магазине продукты, срок годности которых скоро истекает, и бесплатно раздавала их нуждающимся. В Европе эта инициатива работает немного иначе, но некоторые красноярцы даже не попытались вникнуть в идею. Вот такое благое дело превратили в такой вот балаган. И вот сейчас буквально участковый мне позвонил, я позвонила ему, и что шьют мне теперь они несанкционированную торговлю, несанкционированную продажу, кормежку, что отравить хотела людей. Вот в таком ракурсе все. Илеонора с дочерью были вынуждены уехать из Красноярска и продолжать проект у женщины уже нет ни сил, ни желания. Традиция давать вещам вторую жизнь в Красноярске появилась давно. И так, например, в 2013 году на Мира появился шкаф для буккроссинга. Здесь красноярцы могут оставить уже прочитанные книги и взять новые для себя. Но традиция не прижилась. Несколько раз шкаф разрушали, увозили на реставрацию, как, например, этой осенью. Теперь старая достопримечательность города осталась только в наших воспоминаниях. И если за шесть лет красноярцы не научились бережно относиться к шкафам для буккроссинга, то что говорить о традиции сортировать мусор или ходить в магазин с окомешочками? Татьяна Демьяненко, Николай Чистяков, Новости ТВК.